Привет, меня зовут Лиза, это рубрика «Вопрос-ответ». И к нам поступил вопрос «Зачем ящерица отбрасывает хвост?». Сегодня я постараюсь на него ответить. Итак, многие из вас знают, что ящерица обладает такой способностью, как отбрасывать хвост. Но далеко не все понимают, зачем и каким образом она это делает. Для начала разберемся, о ком мы будем с вами говорить. Мы будем говорить о представителях подотряда ящериц. Но далеко не все виды отбрасывают хвост. Хвост отбрасывают сцинки, гекконы, настоящие ящерицы и веретеницы. Агамы, игуаны, вараны в большинстве своем такой способностью не обладают. Но бывают и исключения. Механизм отбрасывания хвоста называется авто- или аутотомия, что в переводе с древнегреческого означает самоотсечение. У ящериц способность к аутотомии в хвостовых позвонках имеются неокостеневающие прослойки. Именно в этих местах и происходит разрыв. Разрыв происходит благодаря резкому сокращению мышц хвоста. Более того, это резкое сокращение вызывает не только разрыв, но и резкое перетягивание кровеносных сосудов, что не допускает кровопотери. После отбрасывания хвост у ящериц отрастает заново. Но хвостовые позвонки не восстанавливаются. Они заменяются хрящевым стержнем. Поэтому последующий отрыв возможен только выше предыдущего, там, где хвостовые позвонки не повреждены. И в зависимости от видов у некоторых ящериц хвост отрастает от месяца до года. Так зачем же ящерицы это делают? Это своеобразная стратегия защиты от хищников, когда другие поведенческие механизмы попросту не дают желаемого результата. То есть, грубо говоря, когда ящерица убежать или спрятаться не может. И в момент опасности она отбрасывает хвост. Хвост начинает активно извиваться, привлекая к себе внимание хищников. А ящерица в этот момент замирает или прячется в укрытии. Такой обманный маневр нередко спасал ящерицу жизнь. Более того, у некоторых видов хвост даже окрашен более ярко, чтобы привлечь внимание хищника непосредственно к этой части тела. Так почему же хвост извивается после отбрасывания? Мы с вами уже выяснили, что в момент аутотомии происходит резкое сокращение мышц хвоста. Ну а после мышцы потихоньку расслабляются, что вызывает дергание хвоста. Аутотомия – весьма эффективный способ защиты от хищников. Но всему есть своя цена. Ящерица, отбросив хвост, становится очень уязвимой и слабой. Ей нужно восполнить очень много энергии, чтобы отрастить свой хвост. Ну и к тому же у ящериц хвост явно служит не только для красоты. Во-первых, многие присмыкающиеся используют свой хвост для лучшего передвижения. Например, некоторые быстробегающие ящерицы используют свой хвост в качестве балансира. Во-вторых, хвост у многих ящериц – это своеобразная кладовая питательных веществ. И, имея такой хвост, ящерица может долгое время обходиться без пищи, но, потеряв его, рискует не пережить голодное время. И, в-третьих, у многих ящериц хвост используется в социальном поведении. С помощью хвоста они подают специальные сигналы. Он служит для привлечения партнера также в сражениях. К тому же в животном мире размер играет значение. Чем больше животное, тем кажется оно сильнее. Ну а ящерица без хвоста, естественно, кажется слабее, поэтому ей намного труднее выжить. Так что, если вы когда-нибудь встретите ящерицу, не экспериментируйте, не пытайтесь оторвать ей хвост, так как после этого ей придется пережить достаточно тяжелый период в ее времени. Интересно то, что к аутотомии способны не только присмыкающиеся, но и другие животные. Если вы знаете, какие, то пишите в комментариях. И лучшие комментарии мы обсудим в следующем выпуске. И если у вас появились вопросы, пишите их на почту или также в комментариях. И наиболее понравившийся мне вопрос я выберу и постараюсь на него ответить в следующий раз.